МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня 23 апреля, вторник. Смотрите выпуски телеканала АСА. Смертельное ДТП произошло недалеко от Ачинского вытрезвителя. Подробности через минуту. Школьная история. После конфликта двух подростков отец одного из учеников стал на защиту сына от педагогов и директора. Ребенок как бы испуган. Директор его запугал. А у директора школы на это совсем другая точка зрения. Это нарушение норм правил безопасности других детей. Покажем ситуацию с обеих сторон. В Ачинске прошли первые соревнования по фиджитал-баскетболу. Смотрите, что это такое. Смертельное ДТП произошло сегодня днем на выезде в сторону Боготола. Фура сбила мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. 44-летний Ачинец скончался на месте. Грузовик смог затормозить только на трамвайных путях. Сегодня в 15.50 на шоссе Байкал в троении 1 произошло дорожное транспортное происшествие. Мужчина 79-го года рождения переходил в проезжую часть в нарушении требований ПДД. В результате чего произошел наезд. Из-за аварии временно было затруднено движение на этом участке. Встали и трамваи. К слову, недалеко от места ДТП расположен Ачинский вытрезвитель. Ачинцам нужно быть бдительными, чтобы не стать жертвой обмана. Как сообщают в Краевой полиции, кибермошенники стали использовать схему зеркальных аккаунтов. Попасться на такое могут даже продвинутые пользователи, не говоря уже о пенсионерах. В мессенджерах и соцсетях злоумышленники создают от имени руководителя предприятия или ведомства аккаунт. При этом берут его реальные фото, имя, отчество и фамилию. Затем связываются с подчиненными или партнерами с поддельной страницы с просьбой или поручением. А после все сводится к стандартному обману на деньги. То кредит предлагают взять, то личные сбережения отправить, то сообщить данные карты. В полиции предупреждают, при получении подобных сообщений от псевдодиректоров, лженачальников и прочих, нужно всегда перезванивать своим руководителям и уточнять информацию. Ранее новости ОСА рассказывали, что мошенники подделали телеграм-канал мэра Ачинска Игоря Тетенкова. Главным управлением МВД России по Красноярскому краю на постоянной основе осуществляется комплекс профилактических мероприятий, направленных на борьбу с киберпреступностью. Исходя из мониторинга и анализа ежесуточной оперативной сводки в регионе, можно сделать вывод о появлении новой схемы совершения таких преступлений, связанной с появлением зеркальных аккаунтов. Поступает звонок под видом сотрудника ФСБ, Следственного комитета, либо сотрудника полиции. Рассказывается о том, что в отношении вас, либо вашего предприятия, осуществляется проверка, необходимо оказать содействие. И далее схема распространенная, связанная с обращением в банковское учреждение, с получением какого-либо кредита, оформление кредитных карт, обналичивание и перечисление денег злоумышленникам. Просьба оставаться бдительными. Нужно помнить, что у злоумышленников десятки схем совершения таких преступлений, а цель всегда одна – это завладеть вашими деньгами. Сегодня в рубрике «Народные новости» сразу две дороги. Наш подписчик Александр показывает дворовый проезд на стройке. Тут, по словам автора видео, не только для машин трасса на выживание, но и школьный маршрут с препятствиями. «Дому уже 25 лет. Посмотрите. Просто. С учетом того, что здесь идет дорога в школу. В 11 лет». Напомним, в этом году планируются ремонты межквартальных проездов. Кандидатов на новый асфальт по всем районам Ачинска длинная очередь, но точных адресов пока нет. Ранее в мэрии обещали, что список счастливчиков появится после весеннего обхода улиц. А это Большая Солырь, улица Победы. Наш зритель возмущен, что многострадальную сельскую дорогу продавливают большегрузы. Они ли единственные виновники, что асфальт не выдерживает такого ритма жизни? Но автор видео тревожится. Грузовики уедут, а людям с ямами и провалами дальше тут жить. Глава Преображенского сельсовета Константин Котегов пояснил, за селом идет строительство, а транснефть расширяет свои мощности. Как утверждает Котегов, вопрос восстановления полотна уже обсуждается, а в ближайшее время появится и официальное подтверждение, что в июле по завершению работ компания приведет участок дороги по улице Победы в нормативное состояние. Если вы стали очевидцем чего-то необычного или оказались в центре событий, снимайте на видео и отправляйте на наш ватсап или соцсети. АСА покажет. Купила хлеб 22 апреля 2024 года в магазине РОСЬ. Настройки напротив магазина Магнит за 47 рублей. Заварной. Видео хлеба с добавкой в редакцию РОСЬ прислала наша телезрительница Юлия. Женщина рассказала, что часть неопознанного объекта она съела. С остатками булки обратилась к производителю. Как утверждает покупательница, желаемого результата она не добилась. Я сегодня хлеб взяла в кристалле. Вот не буду голословной. Булка хлеба. Идят дети. Это что такое происходит? А это видео Юлия отправила директору пекарни, где она называет другой магазин. Свою оговорку женщина объяснила стрессом и плохим самочувствием. Мы тоже связались с производителем. По телефону предприниматель объяснил, что пытался уладить конфликт, хотя покупатель не предъявил чек. В Роспотребнадзоре говорят, при покупке некачественного товара прежде следует обратиться в магазин для мирного решения вопроса. Уже затем жаловаться в ведомство. Ребенок как бы испуган. Директор его запугал. Обратились в приемный покой. У ребенка высокое давление. Головные боли. Он переволновался, что, во-первых, выгнали со школы его. Да, это стресс. Для ребенка он как бы волнуется, плохо спит. Как бы переживает ребенок. Роман, отец пятиклассника, в интересах ребенка не называем его имя и фамилию. Говорит, однажды примчался в школу посреди уроков, когда сын сообщил, что его выгнали и без родителей обратно не пустят. Со слов ребенка Роман рассказывает, этому предшествовал школьный конфликт со старшеклассником. Вот как выглядит версия с этой стороны. Моего ребенка ударил семиклассник. Мой ребенок учится в пятом классе. Он в ответ его ударил. Тот ребенок с седьмого класса побежал к директору. Директор, не разбираясь, прибежала, схватила ребенка, начала швырять его и обозвала его собачьим. Ребенок пришел в школу в понедельник. Еще до того, как начался первый урок, подошла директор школы и выгнала ребенка со школы. После этого директор сообщил через классного руководителя, что моего ребенка переводят в другой класс. По словам Романа, в тот день ему не удалось поговорить с директором, она уехала на совещание. Мужчина решил, так дело не оставлять и обратился в управление образования, а также написал заявление в полицию. Как рассказывает родитель, в школе к его сыну относятся предвзято и с излишней строгостью, причем не только директор, но и преподаватели. Иначе вся история выглядит с точки зрения руководителя школы, Надежды Ягодкиной. Она признает, при общении с этим ребенком эмоций не сдержала. По рассказам директора, с мальчиком еще до этой истории работал школьный психолог, когда его поставили на внутришкольный учет. Это нарушение, устава, норм. Конкретно это нарушение дисциплины на уроках. Это постоянное опаздывание. Это даже в туалете элементарно у нас есть докладная техничия, когда дети в том числе, он, свои, будем говорить, естественные потребности, они в унитаз делали, например, а в ведро. Это хлеб, который раскидывал конкретно. Это нецензурная брань конкретно. То есть здесь большое количество. Ведь не просто так ставят на внутришкольный учет. Но последний случай Надежда Ягодкина расценивает не просто как шалость или протест против школьных правил. Директор утверждает, под угрозой была безопасность другого ученика. Как она рассказывает со слов второго участника детского конфликта, это семиклассник пострадал от пятиклассника. Мне бы, например, очень хотелось бы, чтобы родители, прежде всего пятиклассника, пришли в школу, посмотрели в глаза этому ребенку, который, ну буквально, искал помощи в кабинете у директора. И, наверное, поговорил с отцом, который тоже сегодня от меня требует принятия мер. Я говорю, разговариваю с ребенком, с семиклассником, которого бил. Сначала они пинали. Вдвоем? То есть, да, второй стоял рядом. Он у него пинал. Когда, говорит, я развернулся и задел, тогда превратилось ухо вот в такой огромный пельмень. Чем могут заканчиваться детские конфликты, Вачинский есть свой страшный пример. В ноябре прошлого года 12-летний мальчик зарубил школьного товарища топором, а тело сбросил в реку. По версии следствия, убитый оскорбительно выражался в адрес сверстника. Что касается ситуации с сыном Романа, то прошло уже 20 дней после конфликта. Но ни родители, ни педагоги до сих пор не встретились за столом переговоров. По словам руководителя управления образования Галины Нефедовой, школа не своевременно реагирует, затягивая решение проблемы. Полиции нам подтвердили. Проверку по заявлению родителя на действия школьного директора они проводят. Садовый центр Фазенда приглашает горожан за покупками. Все для подготовки к сезону посадок. Семена, удобрения, грунты, многолетние растения, укрывной материал. Действует система бонусов, подарочные сертификаты. Создайте свой сад мечты вместе с садовым центром Фазенда. Запоминайте адрес переулок Пионерский, 10, ежедневно с 9 до 19.00. У нас в медельных салонах КМК все просто. Пришел, увидел и купил. А еще получить скидку 20% проще простого. КМК всегда удобно. Весь апрель и до 15 мая в аптечной сети губернской аптеки акция «Яркий апрель». Скидки до 50%. Аксессуары для бани, термобелье, косметика «Виши», губернские аптеки «Аравия». Зубные пасты, электрические зубные щетки, витаминные комплексы. «Витабьюти», «Витайм», «Элана», «ГЛС», «Нейчерлс Бьюти», губернские аптеки «Ноуфудс», а также наборы «1 плюс 1». «Яркий апрель» в сети губернские аптеки. Аренда объектов недвижимости ОАО «РЖД». Площади в административном здании для размещения офисов. Город Ачинск, улица Привокзальная, дом 11А. Телефон 8-913-518-6588. В крупную стабильную компанию ООО «Экотранспорт» требуется автослесарь по ремонту грузовых автомобилей, обязанности плановой и внеплановой ремонтной работы, заработная плата по результатам собеседования. Водитель автомобиля категории «С», заработная плата от 45 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, полный соцпакет, опыт работы обязателен. Обращаться по телефону 8-965-956-73. В адрес СМИ стали поступать вопросы о доставке льготных лекарственных препаратов льготникам из Ачинс-Канадом. Люди сообщают, что доставка будет прекращена с 1 мая. В Ачинске, как и во всем регионе, льготным обеспечением населения лекарственными препаратами занимается сеть губернские аптеки. Ими же осуществляется и доставка препаратов льготникам. Как пояснили в губернских аптеках, отказ от доставки – мера вынужденная. Действительно, с 1 мая 2024 года доставка льготных препаратов гражданам, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение и проживающим на территории города Ачинска, будет прекращена. Это была инициативная мера социальной поддержки, которую акционерное общество губернской аптеки осуществляло на территории города и которую мы вынуждены прекратить по объективным причинам. Автотранспорт, который непосредственно осуществлял доставку препаратов, будет переориентирован на другой участок работы. Перемещение товаров между структурами Ачинского филиала в Ачинском, Боготольском, Козульском, Тюхкетском, Берелюском и Большоулуйском районах. В настоящий момент на территории города Ачинска проживают 9 человек, которые пользуются услугами доставки препаратов на дом. Мы оповестим их о том, что данная услуга в ближайшее время перестанет действовать. Также в губернских аптеках отмечают, что если льготополучатели желают и дальше получать препараты на дому, им необходимо обратиться в городские службы социальной защиты населения, которые оказывают такие услуги. Сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ завершается. По данным Роспотребнадзора, уже шестую неделю число простывших идет на спад. Но в ведомстве советуют не пренебрегать мерами профилактики. А новая вакцина от гриппа поступит уже к осени к следующему сезону болезней. Вачинский кондитер Ольга Блинова победила в престижном международном конкурсе. В нашей землячке уже много наград за кондитерское искусство. В этот раз она получила золото за работу «Райские девы-птицы», хотя конкурентов было больше 250 из разных стран мира. Славянские сказочные персонажи сделаны полностью из съедобных материалов. Вачинске перекроют улицы для репетиции праздничного шествия. Они пройдут 25 апреля и 3 мая. Для транспорта будет ограничено движение в оба направления. 25 апреля с 14.30 до 18.00 будет закрыт участок Свердлова в районе площади Трехсотлетия. А 3 мая колонны пройдут у мемориала «Скорбящей матери» с 4 дня до 7 вечера. Это не клуб компьютерных игр. Так проходят зональные соревнования по фиджитал-спорту в дисциплине фиджитал-баскетбол. Это что-то среднее между классическим и киберспортом. По сути, это многоборье, которое совмещает в себе киберспортивные и физические дисциплины. Соперники встречаются на виртуальном паркете в видеоигре, а после борьба переносится на реальный паркет спортзала. Сегодня за победу борются школьники. И ребятам такой спорт явно по душе. Парни из Ястребова уверены, сыграли неплохо. Нестандартное ощущение. Трудновато. Главное, упорность, труд. Только из-за этого зависит. Соперники насколько крепкие? Ну, они занимаются. Мы просто уже давно так не занимались. Спортом так решили выбежать. Почему не опробую себя в новом действии? Площадкой для соревнований по фиджитал-спорту стал Ачинский педагогический колледж. Соревнования пройдут в два дня. Сегодня встретились мальчишки и девчонки из школ. Всего семь команд из Ачинской района. Завтра свои баскетбольные матчи на виртуальном и реальном паркетах предстоит сыграть студентам Ачинских колледжей и техникумов. Отметим, зональные соревнования по фиджитал-спорту педколледж проводят впервые. Ранее были внутренние. Теперь в планах расширить количество дисциплин для игр. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...